Президент Украины с рабочим визитом во Франции. Петр Порошенко уже встретился с новым лидером страны Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли в Париже, в Елисейском дворце. Естественно, речь шла об урегулировании ситуации на Донбассе. И после встречи из уст Порошенко прозвучал новый термин – план Макрона. В Париже сейчас находится наш корреспондент Алексей Пшемызский. У него знаем все подробности. Леш, здравствуй, расскажи, какие инициативы у французского президента и почему эту встречу эксперты уже назвали знаковой. Тебе слово. Да, отмечу, многие уже действительно назвали эту встречу знаковой. Все дело в том, что это первая встреча новоизбранного президента Франции после парламентских выборов, где партия Эммануэля Макрона одержала решительную победу, что, собственно говоря, теперь дает ему очень широкие не только законодательные, но и политические возможности. Скажу, что встреча Макрона и президента Украины была запланирована на 45 минут, но вместо этого длилась практически полтора часа. Но, конечно же, главной темой общения двух президентов стала ситуация на Донбассе. Как отметил новый президент Франции, его позиция относительно российской агрессии в Украине очень четкая. И также сказал, что он собирается делать для урегулирования этого кризиса. Агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма. Нам известно, кто развязал войну, и мы должны из этого исходить в рамках достигнутых соглашений. Франция не приемлет ситуацию, в которой ничего не меняется. Я понимаю, что для кого-то Минск не идеальный формат, но мы готовы продолжать, чтобы увидеть конкретные результаты. Как отметил Эммануэль Макрон, условием для продолжения переговоров будет являться прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, а также доступ международных наблюдателей ко всей линии границы. По словам президента Франции, уже в ближайшее время также может состояться очередная встреча нормандской четверки. Как отметил Макрон, это может быть в конце этого или в начале следующего месяца. И он также заявил о том, что хотел бы, чтобы в рамках нормандского формата принимало участие и АБСЕ. И вот, как добавил президент Украины, он также выступает за участие АБСЕ в переговорах и также ожидает участия в вооруженной миротворческой миссии АБСЕ на Донбассе. По словам президента Украины, одним из главных условий продолжение переговоров, неурегулированной ситуации, конечно же, должно являться освобождение пленных. Как отметил Петр Порошенко, сейчас 40 украинских пленных находятся в тюрьмах на территории России, а также 128 человек на оккупированных территориях. «Нам не потребны багатогодинные переговоры. Мы уверены в том, что должны быть качественно подготовлены документы. И эти документы, с хваленными которых, должны наконец принести мир на многостраждальную украинскую землю. Этот мир может выглядеть в закончении российской агрессии. Украина готова неухильно выполнять все пункты Минских угод и позиции, что до разведения сил, мы также готовы выполнять при условии, что АБСЕ будет обеспечена 24 часа на день, 7 дней на тиждень, присутность по точкам разведения. Мне надзвичайно приятно, что мы имеем полную поддержку наших европейских партнеров. И главная задача до Российской Федерации очень простая. Забереть своих войсковых. И вот как добавил Петр Порошенко, что не исключает, что на следующих встречах Нормандской Четверки может быть представлен новый план урегулирования ситуации на Донбассе, который может называться формулой Макрона. Вот, собственно, настолько высоки ожидания от нового лидера Французской Республики. Ну, также добавлю, что после встречи с новым президентом Франции Петр Порошенко отправился в Сенат, где общался с французскими депутатами, а также встретился с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом. Ну и добавлю, что под вечер президент Украины отправился в пригород Парижа, Сен-Лис, чтобы возложить цветы к памятнику Анне Ярославне Киевской, выдающейся украинке, которая в свое время была королевой Франции. А, собственно, это вся информация на сейчас. Мы остаемся здесь, продолжаем следить в студии. Леша, спасибо тебе за детали. Это был Алексей Пшемызский с нами на связи из Парижа, где сегодня состоялась встреча президента Франции и Украины. Редактор субтитров А.Семкин